В день студента с подарками. Сегодня в сенах опорного института губернатор Сергей Морозов вместе с членами областного правительства обсудили новую меру поддержки выпускников. Речь идет о так называемом постановлении о первом рабочем дне. Мы слышали о том, что молодым людям на первом этапе очень сложно найти рабочее место. Именно тогда возникла интересная инициатива от молодежного правительства, возникла инициатива от наших коллег, в том числе с областных профсоюзных организаций, о том, чтобы был разработан уникальный документ или закон, или постановление правительства в Ульяновской области о первом рабочем месте. Как правило, выпускникам сложно трудоустроиться на хорошо оплачиваемое рабочее место из-за отсутствия опыта работы. Новый проект даст возможность работодателям платить молодым специалистам больше за счет субсидий из областного бюджета. Чем хороший проект, что мы сейчас не ставим конкретных препонов, что повара войдут в этот, например, проект, а там, например, парикмахеры или стропольщики не войдут. Мы его делаем сейчас максимально открытым и хотим действительно посмотреть, вот он три года будет этот проект сейчас в пилотном режиме действовать. Мы хотим посмотреть действительно для экономики региона, какие профессии, какие работодатели проявят самый большой интерес и, собственно, какие выпускники заявятся сейчас на участие в этом проекте. За это время и молодой специалист сможет адаптироваться на предприятие, и у работодателя будет время присмотреться к нему. Мы должны набрать не менее 60 участников этого проекта. После того, как проведем консультирование, консультирование, поставление резюме, по прохождению собеседований, все личные встречи, после этого мы их проводим на работодателя. И с учетом, что не менее трех претендентов на одну вакансию, конкурс у работодателя мы устраиваем. Официально документ называется «Постановление о предоставлении индивидуальным предпринимателям и физлицам субсидий в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускников». Документ вступает в силу с 1 июля этого года. Желающие, которые хотят поучаствовать в проекте, могут обращаться в центры занятости, по месту жительства или через интерактивный портал областного агентства по развитию человеческого потенциала. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.